Коллеги, рядом со мной Игорь Боженко, спикер нашей деловой сессии. Сессия только закончилась, и он тут же у нас перед камерами. Здравствуйте. Здравствуйте. Я подержу. Расскажите, пожалуйста, о сессии. Очень интересно, какая была тема. Да, мы выступали на сессии, посвященной программам лояльности. Наша компания рассказала, как можно при помощи российского отечественного вендора оптимизировать все программы лояльности и запускать персональные промо на базе машинного обучения. То есть мы как раз проработали концепцию поэтапного перехода от массового промо к действительно персональным промо, где каждый клиент любой программы лояльности может получать именно действительно персональное предложение, которое подберет для него лучший товар, лучший мотиватор и отправит тем каналам коммуникации, которые ему максимально удобны. Сейчас конверсия этой рекламы будет несоизмеримо выше, потому что будет бить ровно в нужную точку. Да. Опять же, сессия была посвящена работе с существующими клиентами, поэтому это больше не рекламный канал, это работа с именно текущей аудиторией. И как раз за счет именно правильного контента конверсионные показатели показывают кратно лучше результаты, чем массовая промо. Скажите, как ваше выступление встретили? Я так понимаю, что уже кто-то пользуется вашими услугами, но мы были, наверное, игроки рынка, которые про вас услышали и срочно хотят тоже внедряться. К счастью, часть зала это были наши текущие клиенты. Встретили тепло хорошо, но опять же, были очень правильные вопросы от других торговых сетей, которые нас наводят на мысль, что, скорее всего, скоро они пополнят ряды наших клиентов. Ну, это замечательно. Расскажите, может быть, какие-то интересные тренды новые, например, которые, я так понимаю, в любом случае меняются. И в наших реалиях последних месяцев наверняка какие-то новые тренды нарисовались, которые наверняка будут более действенными или действующими, или в принципе не существовали до этого момента. Что касается трендов, ну тут, давайте так, если мы говорим про работу с клиентами, то раньше мы экономили чековую ленту только потому, чтобы сохранить экологию. Сейчас это уже как бы экономически оправданная история. А если говорить про базовые вещи, то они остаются неизменными, люди любят глазами, им нужен правильный контент. Если компания сможет составить правильное предложение для своей аудитории, то они вряд ли уйдут конкурентам. Позитивно. Хорошо. Давайте, наверное, ваши какие-то напустленные слова всему ритейл-рынку. Может быть, вам есть что сказать и пожурить, может быть, или наоборот дать правильный дельный совет. Я думаю, ну все компании находятся на разных этапах развития, поэтому как-то всех под одну черту подставлять не стоит. Но всем немножко не хватает смелости в экспериментах, потому что маркетинг это все-таки, опять же, и работа с текущими клиентами. Это история про эксперименты, про то, чтобы подобрать ключик для каждого вашего потребителя. Поэтому не стесняйтесь экспериментировать, подключайте новые технологии, пробуйте их, пробуйте их на вкус, как они будут нравиться и вам, и вашим клиентам. И вот за этим будущее. Дерзайте, и все будет хорошо. Спасибо большое за интервью. Спасибо. 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 Спасибо.